Псалом 6. Молитва кающегося грешника. Молитва о помиловании Давида. Псалом 6 с комментарием. Начальнику хора на восьми струнам. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не в огнеме Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, и сбавь душу мою. Спаси меня ради милости Твоей. Ибо смерти нет памятования о Тебе. Кто во гробе будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь омываю ложе мое. Слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое. Оббитшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все, делающие беззаконие. Ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои. Да возвратятся и постыдятся мгновенно. Псалом 6. Глубоко личная молитва покаяния. Мольба царя Давида о милосердии. Испытайте мощную молитву о помиловании Давида, также известную как молитва кающегося грешника, в этом проникновенном комментарии. Этот глубоко личный крик души был написан царем Давидом, человеком, известным своей верой и покаянием. Присоединяйтесь к нам, когда мы углубимся в Псалом 6 и исследуем темы молитвы, покаяния, милосердия, веры и надежды. Не забудьте подписаться на более вдохновляющий контент. Псалом 6. Молитва о помиловании. Комментарий. Псалом 6. Написанный царем Давида, человеком, известным своим глубоким покаянием и искренней любовью к Богу. Давид, подобно пророку Иеремии, был плачущим пророком, чьи слова пропитаны болью и сокрушением. И этот Псалом – один из его плачей, написанных в период величайших страданий, как внешних, так и внутренних. Так как Псалом пронизан атмосферой глубокого отчаяния и раскаяния, отражая те ситуации, с которыми мы часто сталкиваемся – боль, болезнь, греховность и враждебность. В нем Давид не просто изливает свои страдания, но вызывает к Богу о помощи, прося его помилования и исцеления. Глубокое душевное страдание. Псалом начинается с жалоб на телесные страдания, которые Давид переживает. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня». Это Псалом 6, 2 стих. Он испытывает невыносимую боль, словно стрелы пронзают его тело. Но страдания Давида не ограничиваются физическими муками. Он испытывает глубокое душевное страдание, связанное с осознанием своей греховности. Он понимает, потому что это его боль, это заслуженное наказание за его проступки. «Всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет полевой, завянет трава и увянет цвет, а слово Господа пребывает вовеки». Это Псалом 102, стихи 15 и 16. Вместе с тем, Давид видит в своей болезни не просто случайность, а следствие его грехов, которые отдалили его от Бога. Еще одной составляющей его страданий является оскорбление от врагов, которые издеваются над его телесными и душевными страданиями. В результате он ощущает себя отвергнутым, одиноким и беспомощным перед лицом несправедливости. «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены». Это Псалом 6, 3 стих. Выражение веры и надежды. Однако, несмотря на все трудности, Давид не теряет надежды. Он признает свою вину, но просит Бога простить его и дать ему шанс исправиться. Псалом завершается выражением веры и надежды. Давид верит, что Бог услышит его молитву и избавит его от страданий. «Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего, услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою, да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно». Эта молитва не просто просьба о физическом исцелении, но и о душевном исцелении от последствий греха. Молитва о помиловании. Псалом 6. Это не просто молитва о помощи, но глубокая исповедь и личный диалог с Богом. Он учит нас смиренно раскаиванию и вере. Он показывает, что даже в самых тяжелых моментах мы можем найти утешение и надежду в Боге, который всегда готов простить нас и помочь нам исцелиться. Псалом 6 авторства царя Давида представляет собой глубокую и проникновенную молитву, полную боли и надежды. «Поскольку в нем мы видим Давида, измученного как душевными, так и физическими страданиями, обращающегося к Богу с мольбой о милости и снисхождении. Нарядя с тем, он скорбит, ощущая гнев Божий на себе, и признает свою слабость. Давид подобно человеку, стоящему на грани пропасти, который умоляет Бога не гневаться на него и вернуть прежнюю милость». Стих 2. Бог, как врач, исцеляет больного. Он просит Бога утешить его, исцелить его раны, как врач исцеляет больного. Образ врача, который лечит боль, отчего подчеркивает глубину душевных страданий Давида, которые он ищет исцеления у Бога. В своей скорби Давид не забывает о своих врагах, которые преследуют его. А потом, словно борясь с соблазном отчаяния, напоминает о себе, о божественном промысле и неизменной верности Бога. Он верит, что Господь не оставит его в беде и что враги не смогут победить. Вместе с тем, его вера помогает ему преодолеть отчаяние, дает ему надежду на избавление и уверенность в будущей победе. Сохранить веру в Бога. Псалом 6 напоминает книгу Иова, где праведник Иов подвергается жестоким испытаниям. Но он сохраняет веру в Бога и, в конечном счете, получает вознаграждение. Оба произведения, подобно зеркалу, отражают человеческую слабость перед лицом трудностей, но одновременно показывают, как вера помогает справиться с испытаниями и найти утешение в Боге. Важно отметить, что Псалом 6 не просто выражает личные страдания Давида, но затрагивает универсальные вопросы веры, надежды и преодоления трудностей. Притом его слова актуальны и сегодня, когда каждый из нас сталкивается с жизненными вызовами, которые могут казаться непреодолимыми. В Псалме мы находим поддержку, утешение и напоминание, что даже в самые темные времена мы не одни, Бог всегда с нами, и мы можем найти в нем силу и надежду. Начальник ухора на Восьмиструнном Псалом Давида. Если вам понравилась запись или вы получили слово «Откровение» от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь, рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Слова Божьего. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.